В Тюмени прошел конкурс профессионального мастерства для сотрудников службы 03. В областной столице он проводится впервые и приурочен ко дню работника скорой медицинской помощи, который отмечается в России ежегодно 28 апреля. Конкурсанты показали свое мастерство на практических этапах. На месте событий побывала Юлия Никифорова. Первый этап конкурса ДТП. Такие случаи в практике Дмитрия Тарасова случаются ежедневно. Помощь пострадавшим нужно оказать как можно быстрее. Тот самый момент, когда кадры решают, если не все, то очень многое. Счет идет на секунды и от мастерства врача порой зависит жизнь пациента. Пострадавший был действительно в тяжелом состоянии. Уровень был такой, что это открытый перелом бедра с артериальным кровотечением. Значит, ему оказана помощь в полном объеме, остановка кровотечения, артериально адекватное обезболивание, иммобилизация и транспортировка в стационар. На все это время от момента прибытия на вызов до момента госпитализации в стационар прошло 7 минут. А это второй этап конкурса. Завести сердце задача не из легких, признается Елена. Она пока не знает, что стала одной из лучших и говорит, что победа не важна, ведь все делается не ради оценки жюри, а для того, чтобы показать, как фельдшеры выполняют свою работу в жизни. Всегда, если общественное место, жюри всегда есть. То есть зрители, как говорится, зеваки всегда рядом и всегда смотрят, как мы работаем. Поэтому иногда даже бывает труднее работать в общественном месте. Заявки на участие в конкурсе подали 7 бригад. 3 врачебные и 4 фельдшерские. Жюри оценивают не только медицинские навыки, но и оперативность и умение принимать решения в любых ситуациях. Это, наверное, самые такие сложные моменты. Вот наша работа, они здесь и были изначально заложены. То есть то, что касается ДТП, это тяжелая травма в ДТП, где реально нужно показать вот все свое умение. И в плане оказания непосредственной помощи, и в плане перемещения, и в плане мобилизации. То, что касается сердечно-лёгочной реанимации, то это основа. И мы видим здесь врачебные бригады, это расширенная сердечно-лёгочная реанимация. То есть используем все аппаратуры, которые есть на станции скорой медицинской помощи. По итогам конкурса лучшими стали врачи и фельдшеры первой и третьей подстанции скорой помощи. Проявить себя могут и другие медработники, но уже в областном конкурсе профессионального мастерства, который состоится 30 мая. Юлия Никифорова, Сергей Жернаков, Тюменское время.